Вашингтон попал в принципе в неловкую ситуацию. Не успели извиниться за Ливию, разгром которой так поддерживала госсекретарь Клинтон, как на пороге другой репутационный промах. ООН заявляет, что украинский режим, так опекаемый Вашингтоном, повинен в пытках политзаключенных. И причем для тех, кого ООН отправила проверить эту информацию, миссия оказалась невыполнимой. Их просто не пустили в тюрьмы Краматорска и Мариуполя, которые свидетели называют средневековым адом. Госдеп уже потребовал разобраться, найти, наказать, но факт есть факт. В застенках СБУ творится то, что происходило в Чили в 70-е и не столь давно Куантанамо. Пытки, издевательства, избиения. И доказательств тому сотни. И когда об этом рассказывали российские журналисты, это называли пропагандой. СБУ и сейчас отрицает. Но помощник генсека ООН Шиманович заявляет прямо, это система пыток, которая поддерживается государством. И в этой системе как минимум пять секретных правительственных тюрем. Моя коллега Юлия Ольховская встретилась с теми, кто прошел через этот ад. И вот документальные свидетельства того, что эти люди пережили. В начале я попал в СИЗО, а потом я попал уже в некое заведение, которого не существует, в Харьковском СБУ. В камере этой секретной тюрьмы писатель Николай Машкин провел шесть месяцев за то, что, как он сам считает, в интервью информационному агентству усомнился в правильности выбранного Украиной европейского пути. Машкина освободили благодаря минским договоренностям. А о тайных тюрьмах Украина теперь знает весь мир благодаря докладу ООН. Этот документ уже перевели на украинский язык. В нем 59 страниц. Наблюдатели ООН впервые подробно описывают масштабы и жестокость пыток, которые, как отмечается в докладе, поддерживает украинское государство. Упоминается о пяти секретных правительственных тюрьмах, о том, что пытают заключенных и их родственников не только сотрудники СБУ, но и боевики националистического батальона «Азов». Подробности пыточного процесса настолько шокируют, что далеко не каждый сможет об этом читать. Журналист авторитетной британской газеты «Таймс» приводит лишь некоторые примеры. Агенты СБУ приковали мужчину к батарее, надевали на него противогаз, с помощью которого душили. После чего его ударили током, запихнули задержанному в рот мокрые тряпки, топили его, одновременно пинали и наносили удары в область паха. В эти тюрьмы не допускаются адвокаты, в эти тюрьмы не допускаются родственники. И там люди подвергаются самой большой опасности, поскольку они нигде не учтены как заключенные. То их и убить могут в любой момент, для того, чтобы скрыть следы преступлений. Проректора Международного славянского университета Алексея Самойлова заподозрили в сепаратизме и попытке передать государственную тайну представителю другой страны. При том, что доступа к этой самой тайне у Самойлова никогда не было. Государственных должностей он не занимал. Однажды вечером в квартиру кандидата географических наук ворвались вооруженные сотрудники группы захвата Харьковского СБУ и увезли его в тюрьму. Как издевались, иллюстрируют вот эти фотографии. Утром меня вдруг повезли к врачам. Потому что, в принципе, да, уже глаза не видели, рот, так сказать, весь разбит. Сходить там, извините за выражение, исправить естественные надобности, нужду малую и большую я физически не мог. Им нужно было понять, что на самом деле произошло, что сломано, не сломано, как это долго будет развиваться, и сколько меня надо где-то там держать, прятать, чтобы никому не показывать. Фото и видео сделаны тайком. Снимать Самойлова ни адвокату, ни родным не разрешали. Через несколько месяцев его включили в списки по обмену. Прокуратура сняла с ученого все обвинения. Но издевательства на этом не закончились. Вместо обмена его отправили в одиночку, в подвал СБУ, где держали незаконно 56 суток. После бережных пыток Алексей Самойлов прихрамывает на одну ногу. И как бы ни старался сейчас Киев оправдаться, придумывая объяснение, почему инспекторов ООН не пустили в секретные тюрьмы, важен сам факт их признания на международном уровне. Киеву в таком случае придется отвечать, а почему это стало возможным. Кто допустил такие вещи, когда постоянные, систематические. Речь же не идет об единичных случаях, речь идет о некой системе нарушения прав человека. Как эта система смогла появиться? С этой системой теперь знакомая деситка Инга Авдеева. В тюрьме она потеряла ребенка. Ребенка, как один раз написали в интернете, можно считать это так, ребенка выбили ногами. То есть они делали это намеренно. Они делали это намеренно. Мне так и сказал следователь Велев о том, что ты не родишь ребенка. После бойни, устроенной радикалами на одесских улицах и поджога Дома профсоюза 2 мая 2014-го, силовики начали город зачищать. Сотни человек, включая Ингу, обвинили в терроризме и государственной измене. Позже девушку и еще несколько задержанных обменяли на украинских военнопленных. На сегодняшний день, как утверждают правозащитники, в одесских тюрьмах еще остаются полсотни таких безвинно виноватых. Среди них таксист Евгений Мефедов, которого следствие объявило главным организатором беспорядков в Одессе 2 мая. Когда вот уже толпа националистов начала загонять людей в Дом профсоюзов, он оказался в числе людей, которых загнали туда. То есть он недобровольно туда зашел. Однако в суде, утверждает подруга Мефедова Ирина, никто про это не хочет слушать. Для следствия важно ли, что у Евгения российский паспорт. И не важно, что в Одессу он переехал еще за год до того, как на Украине произошел госпереворот. В ВВСе узнали, что он гражданин России. Это был подарок судьбы просто для того, чтобы показать след Москвы. Ну и все. В принципе, на этом построились все обвинения. И вот в течение двух лет и сегодня ровно месяц, два года и месяц, как он находится под стражей. В ходе процесса суд уже принял решение выпустить Мефедова из-под стража. Но дежурившие в зале боевики правого сектора, угрожая судье, заставили его изменить решение и оставить россиянина в СИЗО. В обход всех законов и конституционных норм. Просто можно давным-давно отменить все международные обязательства и конституцию Украины, чтобы не мешало. И принять один закон. Что хотим, то и делаем. По такому принципу, собственно, и проходят все политические процессы, говорит журналист Артем Бузила. Украинским судом он был приговорен к 11 месяцам за то, что по версии следствия, своими публикациями в местной газете планировал отделить Одесскую область от Украины. Звучит нелепо, но еще нелепее, как в квартире Бузилы искали улики. У меня понятой был Вадим Лабас, глава общественной организации Аберик, бывший глава правого сектора Одессы. Когда правоохранительные органы, суд и прокуратура не могут предъявить достаточно обвинений, появляются вот эти радикалы, которые силой, нажимом фактически выполняют работу следствия и правоохранительных органов. Под четким надзором националистов в квартире Бузилы обнаружили листовки с флагом Новороссии. Они и стали вещественным доказательством в суде. Вообще, чем меньше улик, тем дольше длится следствие, как в случае Спартака Головачева. В одиночной камере колонии строгого режима он сидит уже два года и три месяца. Сдвинуть его дело с мертвой точки не помог даже доклад ООН, в котором наблюдатели условия содержания Спартака приравняли к пыткам. Восемь месяцев назад мы уже выступили с прениями, последнее слово было. И потом в нарушение УПК по реплике прокурора взяли, возобновили судебное ослушание. Якобы надо допросить еще несколько человек. Причем по материалам дела эти люди вообще ничего не показывали. Шесть месяцев прокурор их не мог вызвать. Потом сказал, надо еще кого-то допросить. То есть идет вот этот беспредел. В конце концов Спартак объявил сухую голодовку и решил отказаться от защиты. Никакие доводы адвоката суд все равно не принимает во внимание. Его жена и дочь сейчас в отчаянии. Она, конечно, очень сильно скучает по папе. Нельзя объяснить ребенку, потому что сам взрослый не может понять, какова вина нашего папы, что на данный момент находится в колонии строгого режима. Политзаключенные стали обменным фондом, потому что у украинских вооруженных сил очень мало реальных военнопленных, которые они взяли, например, в ходе военных действий. А военнопленных, которые находятся на территории ДНР и ЛНР, немало. Им нужен обменный фонд. Вот почему они привлекают совершенно невиновных людей, фактически случайных людей, называя их сепаратистами, всучивая им какие-то статьи антигосударственные, и создавая таким образом обменный фонд. До какой степени обвинения могут быть надуманными, прекрасно говорит пример Ивано-Франковского журналиста Руслана Кацабы. Его осудили на три с половиной года за то, что видеоролики призвал украинцев не участвовать в гражданской войне. Или дело одесской журналистки Елены Глещинской. На шестом месяце беременности ее арестовали и обвинили в подготовке сепаратистского восстания, как сказано в деле, путем формирования общественного недовольства, в том числе через средства массовой информации. Следуя этой логике, тогда и высказывания губернатора Саакашвили на местных каналах вполне тянут на призыв к свержению власти. Вот лишь одно из них про одесского прокурора. Это ублюдка абсолютно. Другого слова нету. Этого гнусного ублюдка, которого назначили прокурором самой большой области Украины. Символ чего это? Если прокуратура такие вещи делает, то срочно надо их просто оцеплять, захватывать спецназом на пол и в тюрьму. Но Саакашвили продолжает пиариться на критике власти. А Глещинская вот уже два года в СИЗО. Только после того, как журналистка родила ребенка, ее на время перевели в больницу. Недавно суд продлил Елене срок заключения еще на два месяца. Юлия Ольховская, Ирина Близнюк, Артем Тихонов, Рушан Умяров и Арсений Байбулов. Первый канал. Украина.